Алло, какие соседи? Ну так вы открывайте сами. К звонкам в дверь кемеровская пенсионерка Надежда Захарова относится настороженно. Незнакома в дом женщина никогда не пускала. Но на днях это правило неожиданно для самой себя нарушила и поплатилась рублем. Мошенница постучалась в дверь и представилась племянницей соседки, рассказала о смерти тети и попросила денег на похороны. Надежда Николаевна горе посочувствовала и отдала 5000 рублей. А когда проводила гостью, решила позвонить той самой соседке, которую похоронила. Взяла, позвонила по телефону. Села, позвонила по телефону. Все-таки как сердце тети Клаве. Говорю, ну секунд шесть-семь, наверное, так вот отвечает. Она, алло. Я говорю, тетя Клава, это ты? Я? А что? Я говорю, да нет ничего. Трубку положила я. Думаю, ну вот и приехали. Не поверив голосу в трубке, женщина поднялась к соседке. Та открыла ей дверь, дала успокоительного и вместе они позвонили в полицию. Личность эфиристки установили быстро. 40-летняя Елена Кириллова таким образом похоронила уже несколько кемеровских пенсионеров. В настоящее время следствие располагает доказательствами причастности подозреваемой как минимум к четырем аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемой и ее задержания. О местонахождении, разыскиваемой Еленой Кирилловой, полиция просит сообщать по телефону, указанному на экране. Тем временем обманутая Надежда Захарова об утраченной пенсии старается не вспоминать, но всем знакомым свою историю рассказывает. То, чему учат с детства, не открывать незнакомцам дверь к старости, забывается. Яна Шеметова, Мария Пильнова, Александр Шеметов. Новости моего города.